Ходеты и юноши готовятся к юношескому чемпионату Европы. Белорусы впервые решили попробовать свои силы на таком первенстве. Тренерский штаб сборной рассчитывает, что турнир будет успешным для наших юных атлетов. Вся подробности у Юлии Селепицкой. Некоторым из них нет и 17 лет, а другим и вовсе 15. Однако запредельные веса для этих ребят не только норма, но и мечта всей жизни. Путь силачей не выбрали. Добровольные сейчас медленно, но уверенно двигаются к своей мечте. Имя которой – победа. Они – золотой запас нашей сборной. Посмотрим, на каком уровне Европы находится наш дальний резерв. Шаренков Сергей – это наша звездочка будущая. Задача от трех до семи мировых рекордов. На чемпионат Европы отправятся 16 парней. Восемь будут бороться в младшей возрастной группе, тем, кому нет 15 лет, остальные – у 17. Сергей Шаренков в Израиле представит Беларусь весе до 89 килограммов. Скромный парень из Могилёва уже именитый. В Бухаресте на континентальном юниорском первенстве Беларусь дважды побил юношеские рекорды, вырвав 161 килограмм, а в сумме подняв 346. В ЭЛАД парень едет за новыми достижениями. Я лично знаком с Андреем Рыбаковым, и он для меня является примером. Когда я хожу в зал, я получаю удовольствие от тренировок. Женский десант насчитывает 11 спортсменок, а они настроены по-боевому, особенно 15-летние. Ведь девчонки готовились к этому старту целый год и отправляются на чемпионат Европы в роли дебютанток. В первую очередь мы надеемся на хорошее выступление в младшей и возрастной группе. Это Крачева Кристина, которая будет бороться за золото, Литоши Крина. Но остальные девочки, я думаю, будут бороться за попадание в тройку сильнейших. И думаю, что вернутся всех в большем количестве медалей. В женской команде произошла смена поколений. К сожалению, этот процесс не стал безболезненным. Тренерскому штабу пришлось, как говорится, начать почти с ноля. Эти девчонки потенциальные участницы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, которые состоятся в 2028 году.